Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале Цвета Радуги. Я Наталья Васильченко. В сегодняшнем видео хочу с вами поделиться и показать обзор распаковочки и посылочки, пришедшей мне, подумайте, с маркетплейса, с валберес, из питомников различных растений, в которых я заказала саженца роз. Представляете, когда такое было возможно? Вот сейчас развивается все стремительно. Питомники уже продают через маркетплейсы свою продукцию. Почему я заказала розы? Ну, посмотрите на это великолепие. Это роза кардана, которое видео, которое я выкладывала, которое развивалось у меня из обычного растения, купленного в пятерочке. Посмотрите, какая великолепная роза. Она уже размахнулась у меня здесь, уже в садовую превратилась вместо домашней. И плюс, пока мы с вами не виделись, у меня уже образовалась вторая такая же роза из черенков, полученных от материнского растения. Здесь тоже у меня три растения посажены. Но это же прелесть прелестная, понимаете? Поэтому вот этот положительный, можно так сказать, опыт с домашней розой, которую кардану я, в принципе, планирую потом высадить на дачу, вот летом, посадить ее на дачу летом, привел меня к мысли, что мне нужны розы. Наверное, все цветоводы, которые увлекаются своим садом, так или иначе попадают в эту ловушку. Замечательный, прелестный цветок. Да, требует ухода, обработочек, там еще чего-то. Но, тем не менее, он прекрасен, согласитесь со мной. Не могу сказать, что это прям малоуходное растение, но оно прекрасно. Если, мне кажется, иметь их небольшое количество в саду, они не будут доставлять такого, ну, прям дискомфорта в уходе, да, вот в этих обработках, там, обрезки, еще чего-то. Но оно того, мне кажется, стоит. Почему в январе Наташа заказала саженцы? Да я не знаю, вот понимаете, я первый раз же сталкиваюсь с таким. Я все переживаю, что весной может закончиться это растение, потому что я выбрала определенные сорта роз, не абы какие, подбирала их под определенные задачи, с определенными характеристиками. Поэтому мне было страшно, что они просто могут закончиться, плюс цены поднимутся к весне. Но это мои какие-то додумки, не знаю, как будет на самом деле. Поэтому вот решила сейчас заказать. До зима буду пытаться их как-то сохранить до весны, либо в холодильнике, либо, может быть, у меня даже есть идея в прикоп на дачу отправить эти саженцы, либо, если они уже проросли, надо будет их высаживать в горшки и вот так досвечивать, как эти розочки. В общем-то, вариантов масса, но еще неизвестно, что мне пришло. Поэтому давайте отправимся за посылкой, заберем ее и посмотрим, что там внутри вообще прислали. Может быть, там вообще не то, что надо. Давайте начнем. Так, дорогие друзья, забрала я розы с Валбереса. Вот в таких вот картонных коробках они ко мне пришли. Кроме штрих-кода никаких больше опознавательных знаков нет. При этом чувствуется, что вот здесь вот внизу в коробке находится корневеща у роз, а вверху стебли. И здесь то же самое. Две розочки я заказала. Одна роза должна была мне прийти Леонардо да Винчи, Ред Леонардо да Винчи, Флори Бунда. А вторая роза Мини и Дэм должна была прийти. Давайте с вами откроем, полегче коробочки начнем. Хотя бы посмотрим, что там внутри. Так, смотрите. А, питомник наследие. Вот тут вот подписано. Роза Шраб, Мини и Дэм Роуз. Вот можете оценить, как выглядит саженец. Ну, оно, конечно, немножко подсохшие стебельки. Давайте еще с вами распакуем корни. Посмотрим, что внутри в пакете. Насколько он сырой грунт. Я хочу эту розочку переупаковать. Здесь вот видите, есть бирочка. Переупаковать, чтобы хранить ее в холодильнике. В принципе, роза в спящем состоянии. Видите, никаких почек у нее живых нет пока. Поэтому я ее переупакую и положу в холодильник до весны. Надеюсь, она до этого времени сохранится. Давайте откроем корневую систему, посмотрим. Грунт, конечно, сухой у нее. Суховат, я считаю. Сухой достаточно, могу сказать. Для того, чтобы хранить розочку, хочу у нее сейчас промыть корень и посмотреть, покажу вам, что в итоге. Ну, смыть вот эту землю и показать, что в итоге там будет. какая корневая система. Ну, видите, корень был подогнут и была завернута вот в такую вот смесь. Она не влажная вот у этой розы. Вам поближе показываю, чтобы вы могли рассмотреть, как выглядит саженец. И я вам прикреплю описание того, как должна цвести эта роза, если это, конечно, не будет пересортом и у меня все выживет и приживется. Давайте смоем землю, посмотрим, какие корни там. Смотрите, вот такой вот корень у розы. Она привитая. Вот, поэтому сейчас я ее переупакую. Сейчас мы с вами раскроем вторую розу, посмотрим, что там внутри. А эту розу я переупакую в землю, также в пленку и положу в холодильник до весны. Надеюсь, она продержится там. Здесь я как раз вам показываю карточку товара, которая представлена на Валберес, с реальными фотографиями из питомника. Также питомник предоставляет хорошую, исчерпывающую информацию о сорте розы, с описанием всего необходимого, что нужно про нее знать. И также указывается, на какой шиповник данная роза привита. Давайте откроем с вами вторую розу. Это Ред Леонардо Тавенчо должна быть. Она потяжелее коробка. Как вы видите, никакого дополнительного утепления, ничего подобного здесь нет. Просто в картонных коробках помещены саженцы роз. Вот она у нас с вами вторая роза. Роза Флорибунда Ред Леонардо Тавенчо. Все подписано. Бирочка есть Леонардо. Красненькая бирочка, видимо, указывает на то, что это, возможно, красный сорт. У нас же еще розового цвета бывает Леонардо Тавенчо. Так, ну что, давайте распотрошим эту. Сейчас включусь, не буду уже сам процесс распаковки показывать. Включусь уже, когда корни достану. Вот смотрите, хотела вам показать. Здесь по сравнению с первой розой грунт влажный. Вот прям он влажный. Там все-таки грунт был пересушен. Не знаю, насколько корневая пересушилась за это время. То есть, как они у них там были. В прикопе они у них были. В пакетиках у этих были. Не знаю, как хранились. Но вот здесь, по крайней мере, влажное все. И есть уверенность, что корневая система у розы не пересохла. Вот. Поэтому здесь тоже прививка. Вот вместо прививки есть. Тоже роза привитая. Видите, в каком состоянии, сколько, какого размера стволики. Посмотрите, хорошая, мне кажется, корневая у нее, разветвленная. Посмотрите, какие корни. Они тоже были чуть-чуть подогнуты. Сейчас я также их сполосну. И мы с вами посмотрим, как это выглядит без земляного кома. А потом уже я буду их переупаковывать и убирать в холодильник. Вот смотрите, я сполоснула, чтобы было получше видно. Достаточно хорошая, на мой взгляд, корневая система. Я, конечно, это мой первый опыт заказа роз. Не знаю, насколько она действительно хороша, но, на мой взгляд, вроде выглядит все достаточно прилично. Здесь даже есть какой-то светлый корешочек. Вот он, видите. Не знаю, насколько это... Напишите, как вы оцениваете, жилец она или не жилец роза. Вот тоже место прививки у нее. Все-таки для такого размера оставленных стебелей, мне кажется, корень достаточно приличный. Да, согласитесь. Если это еще все приживется и вырастет то, что нужно, это просто красота. Вот такие вот розочки, вы видели, да. Здесь все тебли у розы, они немножко начали сморщиваться, видите, да. То есть, видимо, влага все-таки ее покинула. Не знаю, жилец она или нет. Посажу, а там будет видно. Весной посажу. Сейчас, как я вам сказала, запечатаю их обратно. Здесь стебли достаточно хорошие. Ничего у них тут нет. Никакой сморщенности. Глина. Вот. С глиной привезли. Вот. Никакой сморщенности нет. Хорошие вроде стволики. Ну вот этот вот какой-то обрубочек. Но тем не менее. Посмотрим, что вырастет. Эксперимент имеет место быть. Сейчас переупакую. И положу в холодильник. И также у этой розы есть карточка товара, представленная на Валбрис. Все также хорошо описано. Показаны реальные фотографии цветения данного сорта розы. Ну и исчерпывающая информация о ней. Такое небольшое включение сделала, дорогие друзья. Ну что, пришел мне еще один саженец от питомника совершенно другого. На Валбрис сегодня забрала. Вот. Называется питомник. Садовые сезоны. Заказывала я саженец розы Пьер де Ренсар. Это плетистая роза. Вот. Вот так он был завернут скотчем и в такую стрейч пленку черную и убран в коробку. Просто в коробку картонную саженец. Я его распотрошила, вскрыла. И внутри посмотрите, что у него находится. У него такой пакетик, корень помещен в такой обычный целлофановый пакетик. А здесь такая глиняная болтушка, я так думаю. Ну да, действительно здесь, видите, вот такая вот болтушка. Земля. Как бы глина смешанная с водой, в которой обложен корень, чтобы покрывало и, видимо, корневая не пересыхала. Но еще смотрите, что я обнаружила. Здесь уже есть небольшие почки живые. Они, правда, еще маленькие, поэтому, в принципе, я его сейчас переупакую. Как я уже сказала, я отправлю также на хранение в холодильник до весны. Надеюсь, что они в рост не тронутся. Но мощный такой кустик. Он тоже привитой. Но по сравнению с теми саженцами, прям такой весомый такой саженец. И действительно, видимо, роза, ну она действительно, она больше по размерам вырастает. И по характеристикам плетистая мощная роза. Сейчас попозже еще покажу корни. Показываю вам карточку товара, которая представлена на Валберес от питомника. Информации, конечно, не очень много, поэтому я взяла картинки из интернета, как цветет эта роза, и описание данного сорта из энциклопедии роз. Можете остановить кадр и почитать. Ну вот такие вот корешки от мыла. Хорошая корневая система, разветвленная. Видно, что саженец живой. Привита на какое-то мощное растение. В карточке товара есть. Подпишу, на что привит, если там обозначено. По-моему, было обозначено. Я вот что-то на память уже не помню, когда заказывала. Ну мощное, согласитесь. Но сама роза-то по себе мощная. А уж будет пересорт или нет, мы с вами узнаем уже летом, когда розы, надеюсь, что они у меня приживутся и зацветут. Ну а я на этом хочу с вами попрощаться. Пожелать вам хорошего настроения, творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока. Саженцы вроде хорошие, на первый взгляд. А там увидим летом. Пока.